Попробуйте, ребят, что вы стесняете? Плавание в ледяной воде, причем в любую погоду и никаких болезней, так считает Андрей Дмитриенко. Мож со стажем. Каждый его день начинается с холодных процедур и так уже 20 лет. Меньше болею стал, но я не болею так, как вот неделями, как люди лежат с большой температурой. Маленько подламывает, так день-два от силы, все. И если не скупаешься день-два, уже тоже как-то сам уже чушь себе плохо. То есть, скупаться постоянно организм, чтобы... По прогнозам медиков, эпидемия гриппа в стране должна начаться уже совсем скоро. Увеличение числа заболевших ждут в середине января. Ничего необычного в этом нет, говорят специалисты. Пик эпидемии всегда приходится на этот период. Связывают его в основном с окончанием школьных каникул. Это не смертельный вирус, это не какой-то новый вирус абсолютно, который впервые появился на планете, на нашей. Этот вирус, просто произошли с ним небольшие изменения. Он был и в прошлом году, аж 3, и на 2, и позапрошлыми, и 5 лет назад. Он ежегодно циркулирует. При заболевании гриппом и при заболевании другими острыми респираторными вирусными инфекциями симптомы, клинические проявления болезни сходны. Клинически отличить грипп, гонконгский грипп, грипп, вызванный другими разновидностями вируса гриппа, не представляется возможным. Это проводится во время лабораторного, специального лабораторного исследования. Самый действенный метод профилактики гриппа – вакцинация. Ее проводят до начала эпидемического периода. В нашей области вакцинацию начали еще в сентябре. Для того, чтобы сформировался иммунитет, который сможет противостоять вирусу, необходимо не меньше двух недель. Поэтому делать прививку в разгар гриппа нет никакого смысла. Специалисты говорят, для того, чтобы эпидемия гриппа прошла без серьезных последствий, должно быть вакцинировано не менее 40% населения. В Саратове в этом году от гриппа привился каждый третий житель. Мария Ворнова, Александр Кравченко, Олег Буланов. Новости Телеобъектив.